МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельский областный профсоюз работников Аховы Здоровья и программа социально-экономичного развития краины до 2020 года. Роли организации у выполнения основных положений документа обмеркуются под час пленума регионального профсоюза медиков. Ён отбудется сёння у Гомелі. Подробностей у наступных выпусках новинов. Пятеро дятей, яких неколи покинули родные батьки, отримали самый долгачаканы новогодній подарунок. Клопотливых мать, батьку и великий семейный очаг. У вецы урочисто открыли дитячий дом семейного типу. У гостях у новоселов побывала Ганна Ковалева. В давництвах этого двухповерхового котеджа началось летом. Сегодня ян целиком готовы до встречи с новыми господарами. Имя станут Наталья, Миколай Агафоновы и пятеро их приемных дятей. Яны вырастили родную дачку и двойше стали дядолем и бабулей. Усыновить приемных дятей пропоновала Наталья. Муж и дыу подтримал. У першыню своих будущих батьков. Готые дяті убачили у вересні и одразу ж назвали мамой и татом. Арсений был в доме малютки. Он вообще отказничок. Его за три года никто ни разу не навестил. Вот. Никто. Дятям нужна ласка, забота. Самое главное. Тепло родительское деткам нужно. Старайшие дети кажутся, для их новогодней жаданью высобляются уже зараз. За день до официального открытия в новом доме семья Агафоновых у першыню зустрелась и в полном составе. Дорога, в ближайший год яна пополнится еще пятью детьми. Относимся мы друг друга хорошо. Называем мамой и папой. С появлением моей новой мамы и папы в моей жизни изменилось все. А это будет первый Новый год, когда мы соберемся с семьей вместе. В этот детячий дом семейного типу 42-й полик у Гомельской области. На его будовництво с областного бюджета было выделено 320 тысяч динаминованных рублев. Котедж площадью больше за 190 квадратных метров обсталявлены всей необходимой меблей, техникой и навод системой видеоназирания. Школы-интернат у нас уже нет. Который год подряд мы практически выполнили поручение президента Республики Беларусь о ликвидации школ-интернат общего типа. И у нас уже их не существует. На Гомельщине у детячих домах семейного типу сенья выховывается 298 хлопчиков и девочинок. На наступном тыднех эта личба повеличится на шесть. Столько детей со своими приемными батьками поселится у Новый дом в Чачерском районе. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». В связи с резким погаршением дорожных умов, Держа-Аутоинспекция просит усих удельников дорожного руху быть особливо уважливыми. По информации областного гидрометцентра, сенья на большей части территории региона чекается туман на дорогах Гавалюдица. Водителей просит выбирать безопасную худкость руху и дистанцию. Пешеходам варто быть обачливыми при переходе проездной частки и на припынках громадского транспорта. В темный час суток треба выкористовывать фликеры. На Гомельщине распрацованный комплекс мероприемства по организации занятостей школьников подчас зимовых каникулов. В вольный час навученцам пропануют самые разностайные занятки. От проведения спортивных акций до удоскональования веда у сферы компьютерных технологий. Особливая увага будет вернута на проведение профилактичной работы. Алексей Церос устрелся с распрацовщиками мероприемствов. 23-го снежная у школьников опошний день занятку. И потом до 9-го студеня зимовые каникулы. Только на Гомельщине это отпочинок для больше 150 тысяч детей и подлетков. Задача дорослых распроцовалась для их такие мероприемства, как было текаво и корисно. Знасти занятки для усих школьников, особливо у невеликих пёсках, довольно складано. Але им кнутся до гэтага необходно. Особливо гэта течется подлетку, які схильны до правопорушенью, каб докладно вызначать, які занятки затекавить гэту категорию. На Гомельщине звернулись навод до профессийных психологов. Такая пильная увага сломачится просто. Опошний час подлетки почали притягиваться до криминальной отказности за реализацию наркотиков с наступным отреманием зусим немаленьких терминов зневоленням. Ответственность за незаконный оборот наркотических веществ с целью их реализации у нас наступает с 14-летнего возраста. И анализируя приговоры по уголовным делам судов в текущем году, необходимо отметить, что даже несовершеннолетним означается достаточно суровое наказание в среднем от 8 до 9 лет лишения свободы, именно за сбыт наркотических веществ. В час зимовых каникул работники школы плануют наведать усе семьи, которые находятся в социально небезпечном становище. У научных установок в этот период в уголе обещает быть вельми насыщенным. В рамках областной акции в Новый год без права по рушению пройдут доброченные елки, спортивные мероприемства на свежем поветре и экскурсии в музеи и театры, плюс работа оздоровленчих лагеров. Несмотря на то, что за последние 10 лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось в три раза, вместе с тем, как показывает анализ, порядка 500 преступлений будет зарегистрировано в 2016 году, совершенных несовершеннолетними. Значительная часть этих преступлений происходит от безделия. То есть несовершеннолетним нечем заняться. Олег Синчеров, Юрген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Размова об мерах профилактики злочинностей, сирот неполнолетних, занятостей школьников на каникулах и заховании правопарадку у святочные дни пойдет сегодня в программе «Деалог». Гостем студии станет наместник начальника милиции и громадской безпеки, Управление внутренних справ Гомельского облыва «Канкама» Анатоль Васильев. Программа выйдет в эфир на телеканале «Беларусь-3» у 19.1.20. Онлайн-трансляция доступна на сайте www.tvrgomel.by. Свои питания вы можете адресовать гостю программы по номеру телефона промога эфиру у Гомеле 77 68 45. Выники года культуры у регионе обмерковывались по час промога эфиру программы «Задай питание уладзе» на радио «Гомель плюс». Гостей студии стала первый наместник начальника Головного управления идеологичной работы, культуры и по справах молодзи Гомельского облыва «Канкама» Ирина Пыркова. Об чим ишла размова у эфиры, ведают наши корреспонденты. Культурное житё региона у 2016 года было яскравым и насыщенным. Цекавыми падеями отзначены Амаль у сей месяцы календара. Одно из наибольш масштабных разгорнулося у вересни, у Рогачёве. У республиканским святе День беларусского письменства приняли удел «Деечи культуры» – представники дипломатичных миссий беларуских дыяспар с близкого и далекого замежа. Гэта национальная свята демонструе едность беларусского друкованного слова с вековыми традициями народа. У Красавяку у Ельску отбылся добрачный творчий марафон «Адрадженне». Примеркованы до 30-й годовины авары на Чарнобыльской АЭС. У делу им принял президент Беларуси Александр Лукашенко. Головная мета мероприемства – демонстрация переутвореннёв, які отбыліся на потерпелых территориях, и спроба зламить стереотип их воспримания як Чарнобыльской зоны. Яркий самобытный фольклор, народные святы, абрады и рамёствы. Гэта отметная риса Международного фестивалю этнокультурных традиций клич «Палесся». У Чарговый раз юн прымаў гастей у Ляскавичах Петраковского района. Гэта уникальная махчымасть докрануться до духовной спадшны наших проткаў. Ярка і відовішна на Гомельщыне сёліта правялі 8-му сібеларускі фестываль народнага гумару «Ауцюкі». Свята сабрала ў ліпіні у Калінковицким районе лепших самадзейных гумарыстаў-энтузіастаў. Завіталіна фестываль таксама коллектывы з Расії, Украины і Малдовы. Тым часам ў Гомелі наўбуйнійшы культурной падзеў сё літа стала правядзіні Межнароднага фестывалю хореографічнага мастацтва «Сожскі Карагод». На сценичныя пляцовкі выходзіли артысты з самых розных кутков планеты. Па свыему захапляльной была хореографія кожной націй, пранікнённая беларуская, атмосферная прыбалтыйская, ці наполнена эсэнсам карэйская. Угод культуры паступова набліжаецца да свайго завяршэння, Алина Перадя, Карагод, новогодніх промьер. Работники устану культуры рыхтуецца порадовать юных і дорослых наведвальникам. Все учреждения культуры, абсолютно все, буквально с этой недели начинают своі новогодніе представлення для дітей. Многі уже учреждения начали работу с детьми. Это і выездные, это і деревня Бабки Ёшкина, да Кабелецкий работает у нас, і все наші театры, все клубные учреждения, абсолютно все. То есть нужно следить за афішами на любой возраст, потому что разновозрастные, есть и для маленьких деток, и для средних деток. И родители могут с удовольствием посетить наши мероприятия. Поэтому нужно следить за афішами, покупать билеты и получать новогодніе настроение и удовольствие. Вероника Ворошилина, Виктория Шумак, Игорь Марышченко, Телераде, компания Гомель. Зимова веселка знову збирає самых творчих студентів регіона. Обласный форум Таллента упройдзе сьогодні у 19-й раз. За гэтые годы фестиваль поспів стать брендом і з'являється одной із самых чаканных падіях года. ВНУ в області проставять своє творчее прахрамы. На той, каб покарить журы, ім адводзіться 15 хвілін. На гэтый раз організаторы вырошили змініць регламент, каб форум став яшча більш відовішным. В этом году, якщо брати опыд прошлых лет, це був фестиваль, т.е. було множество номінацій, все получали свої награду. В этом году это гран-при, буде определён лучший вуз. Несамненно, гран-при стимулирує вузы, к тому, що показать свої наилучші творчіські номера. Зимова веселка отбудзеться у обласным громадсько-культурным центры. Пачатак, а шаснадцатай гадзіня. Текстильная традиція Веткаускага района у 2016 годзі занесіны ў спис нематеріальна і культурна і спадшыны Беларусі. Убачыць на свае воча неглубскія тканныя вырабы канца 19-го, пачатку 20-го стагодзів адмысловыя древы з рушнікоў, постілкі і традиційныя адзіння можна на выставі ў Гомілі. Яна працює ў філіялі Веткаускага музея староабрадніцтва і беларускіх традицій імя Шклярава. Прызнання да неглубкі і е майстрых прайшло дауно. Яшчэсь сярэдзіны 20-го стагодзі неглубскія вырабы пачалі сваю вандроўку ўлєпшыя выставачныя залы нашай країны і свету. В ДНХ ў Москве, Экспа ў Монреалі і Осака. Набыў неглубскі рушнік для сваёй калекцій навад Нью-йорскі Метрополітан музей. Але сапраудныя скарбніцэй неглубскага рукадзілля можна назваць Ветковскі музей, дзе заховываюцца тканы і вышываны рушнікі, постілкі, дарошкі, а майстрыхі раскрываюць таемніцы сотні устаражытных орнаментаў. Дзякуючэ шматгадава експедыцинныя працы мы навчыліся не толькі збіраць гэтэ рэчы і заховаць, але і шчэ і вырабляць. Тобак мы самі снуєм кросна заправляем, мы аднавілі архаичнуя традицію панёўнага платна, кашулі, тэ ж самы рушнікі. Всё гэта зараз можна соткась, навчыцца соткась ў філялі нашага музею ткаскай майстэрні. І да гэта гажо самой неглубцэ, ёссельскі центр ткасцва, дзе гэтаму навчаюць. І серэдня школа неглубцкая дзецей так сама адмысловано выучаюць свайму раміству. У обласной универсальныя бібліотэцца імя Ленина адбыласі презентація новага культурно-інформаційнага проєкта «Гоміль у асобах». Яго галоная мэта – арганізаваць для чытачоў гутарку з вядомыми гамельчанамі, чыя імёны вядомы ўсім і выклікаюць пачутці гонору і павагі. Старт проєкту дала творчая сустрэча з народной артысткой Республікі Біларусь Людміла Корхаваў. Людміла Корхава – народная артыстка Республікі Біларусь, вядучы майстер сцены Гомільського областного драматичного театра. За высокий професіоналізм і особістый уклад розвіцьо театральнага мастацтва яна ўдастоўна мнозство узнагород. По тымліку нагруднага знака Міністерства культуры Республікі Біларусь і галонага прыза Біларускага Саюза театральних діячаў Крыштальная Павлінка. Сёня на Гомільшыні Людміла Корхава – адзіная народна артыстка Біларусі ў сфері театральнага мастацтва. За амаль полстагодзі службы гомільськай сцені яна сыграла каля сотні ролів класичнага і сучаснага репертуару. Людміла Корхава – актріса, яка не боїться експериментів і імпровізацій. Яна признаецца ў делу новым проекте бібліотекі для яе зусильне звыклая форма зносина узалідачом. Я пришла вот на таку встречу, чесно говоря, впервые. І мені саму і очень интересно. Это моя первая проба. Я волнуюсь, потому що я как-то привыкла играти на сцені спектакль. Це режіссер, це автор, і я создаюся образ. А вот таке общення з глазу на глаз у мене впервые. С вопросами мені саме интересно. Я хотіла б, щоб, конечно, це в результаті встречи получилась интересна і зрителю, який прийшов. Героями нового проєкта «Гоміль у особах» у наступному годі стануть гонорові громадянию города. Удельніки і ветераны Великой Айчынной войны, представніки навуки, медицины, культуры і спорту. Планується, што областну бібліотеці можна буде зустріться з заслуженым діючим навуки Республіки Беларусь Юраем Плескачевським, доктором філологічних навук, професором Іваном Штейнером, народной артысткой Беларусі Галіной Паулянок, заслуженым діючим остатству наші країны, Робертом Ландарським і многими іншими выдатними особами города над Сожем. Проект продуглежує творші сустрічі, презентации кіньк, музичні вічары, літературно-мастацкі і фото-віставы. Культурно-інформаційний проєкт «Гумель в Лицях» буде осуществляться не тільки в будущому году, але в течіні нескольких лет. Я би навіть сказав, многих лет. Ми самі не знаємо, коли він завершиться, поскільки він предполагає знакомство з тими личностями, які є гордістью нашого города. Вероніка Варашилина, Валеріга Панько, телерадуя компанія «Гумель». ГТ, а так само інші новини ви можете знаєсті на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by На гэтым наш раннішній випуск завершений. У студії працювала Наталья Ігнатєнка. Я і мої колегі жідаєм вам плённого дня. До нових сустріч! Субтитрувальниця Оля Шоріна. Дякую! Субтитрувальниця Оля Шоріна!